Вы его не бойтесь, он совсем ручной. Уже немного подзабытая картина. На обочине дороги инспектор ГАИ, вооруженный радаром, высматривает цель. На загородные трассы региона возвращаются портативные измерители скорости. Прибор называется бинар. Дальность действия порядка 300 метров. Фиксирует он не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу. В нем содержится не только сам радар, который фиксирует скоростные показатели, но и установлены две камеры. Одна камера для крупного плана, другая камера снимает более детально, то есть снимает государственный регистрационный знак. Номера автомобиля видно на расстоянии до 150 метров, то есть не всегда водитель заметит инспектор на дороге, а инспектор уже его видит в прицел камеры. Камера крупного вида создана для того, чтобы пресекать правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Поймав объектив нарушителя, прибор начинает пищать. Патрульные останавливают лихача. И вот тут главное отличие обновленных радаров. Раньше файлы из памяти легко можно было удалить. За коррупционность тогда эти приборы и убрали в долгий ящик. Но теперь проблема решена, благодаря новому программному обеспечению. Когда прибор фиксирует нарушение, запись автоматически сохраняется и в дальнейшем удалить ее уже невозможно. По окончанию смены инспектор подходит к самому командиру взвода, предоставляет данный прибор. Командир уже изымает все видеозаписи, все фотокадры из данного прибора, просматривает нарушения и сверяет их с перечнем административного материала, который предоставит инспектор. Автомобилисты новость о возвращении радаров восприняли естественно без ликования. Многие считают нечестными засады в кустах. Кто-то вспоминает, что раньше были поводы сомневаться в правдивости показаний приборов. Но отмена палочной системы вкупе с антикоррупционной прошивкой снимают эти вопросы. Приписывать нарушения ни к чему, а значит только заслуженные штрафы. Самый начальный штраф, который у нас начинается, штраф составляет 500 рублей. Это за превышение скоростного режима более 21 км в час. Возможно, даже лишение за превышение скорости на более чем 60 км в час. Возможно, помня о радаре, в кустах гонять станут меньше. По крайней мере, теперь количество зафиксированных нарушений всегда будет равняться числу оформленных материалов.